Оль, у тебя опыт в банковской сфере? Не так, не так. А кто еще, кроме УКРСИБанка? Я сопровождаю корпоративное обучение других компаний, какие-нибудь внешние заказчики, которых я также обучаю в части работы с контентом, построения, разработки дистанционного курса, начиная от определения целей и изучения целевой аудитории, заканчивая каким-то маркетингом и выпуском этого курса. Но ты фокусируешься именно на курсах, правильно я понимаю? Если в части дистанционного обучения, да, у меня основная... А что еще, кроме дистанционки есть? Я профессиональный тренерочного обучения, фасилитаторный... Ты же про это нигде не написала, ни в Фейсбуке. Я не очень люблю самопиар, скажем так, я плохой самопиарщик. Ну, фасилитатор напиши. Ну, как-нибудь напишу. Как-нибудь, да? В следующий раз обязательно. Класс, хорошо. Сколько у тебя было таких хороших проектов, которыми ты внутренне гордишься? В части дистанционного обучения? Ну, по нашей профессии, вот и ленинг, корпоративный ленинг. В таком плане. Курсов было очень много. И каждый год, наверное, оно меняется, это отношение. Потому что ты пересматриваешь то, что у тебя было год назад, два года назад. И думаешь, ну, здесь же можно было сделать покруче, когда-то уже появляется какая-то новая идея, новый навык, еще что-то. С другой стороны, есть, наверное, вот там таких три масштабных проекта, которыми я очень горжусь. Одна из них – это глобальная игра. Это преподнесение информации через именно игровую-игровую форму, где девять дверей, бродилка. Это электронный курс, да? Это электронный курс, в котором девять дверей. Если хотят за каждую дверь, ты проходишь определенное задание. Оно связано косвенно. Это было построение дистанционного обучения, связанное с культурой и определенным, в принципе, менеджментом. Но определенная игра, она выводила на этот вывод, на этот принцип. И там надо было пройти все девять дверей, чтобы потом получить какую-нибудь плюшку, когда ты уже отправляешь, там, закончил этот курс, скажем так. То есть гемификация – это круто? Да, я за гемификацию. Часто ее можно применять? Вообще, были ли вот случаи, когда она не работала? Гемификация, ну, и да, и нет, смотря, что воспринимать как гемификацию. Гемификацию просто обобщать, как какая-то конкурентная среда и заинтересованность через какое-то взаимодействие с юзером, через какую-то игру, то ее можно практически везти. Очень сильно зависит от целевой аудитории. Нельзя службе безопасности, в которой бывшие СБУшники, ставить игрушечки в виде какой-то мультипликации или с какими-то бейджами. Они просто не будут это хавать. Ну, вот такое они еще могут. И надо связывать с целевой аудиторией и целью курса, который ты хочешь достичь. В банке, там, где ты сейчас работаешь, кто твоя целевая аудитория? Вот по обучению, электронному обучению. Основная целевая аудитория – это сотрудники, которые непосредственно занимаются продажами, продажами кредитов в данном случае. И это сотрудники не только банка, но и сотрудники партнера. Какие механизмы гемификации для них заходят хорошо? Для них отлично заходит любая, так как это достаточно молодая целевая аудитория, это люди молодые, люди 18-25 лет, до 30 лет. У них отлично заходит все, что трендовое, все, что хайповое сейчас на рынке, все возможные мемы, игры, где-нибудь, где нужно собрать бейджи. Они очень легко ведутся на то, что ты можешь собрать что-то, получить плюшку. Если немножко отойти от этой темы, именно такой чисто дистанционного обучения, из последних экспериментов, которые мы делали, мы просили наших людей сделать записи своих видеороликов, как они работают, как им нравится на нашей работе, опубликовать их в социальных сетях, кто больше наберет лайков и перепостов, тот получает какой-то там подарок. То есть вы превращали в что-то материальное, виртуальное? Да, и это вспыхнуло, это было для них вау-эффект. Для людей уже те, которые на middle management, если мы говорим про целевую аудиторию, которые выросли, подросли, на них это уже не работает. На них работают KPI, деньги, цели, результаты, вот такие вещи. Все очень сильно зависит от целей и аудитории. Как вы видите, что вот блюшки перестали работать? Когда говорят, а, опять шоколадка? Или другое какое-то есть? Блюшками нужно быть очень аккуратными, потому что это то, как превращаются грамоты, которые мы давали когда-то, когда грамота была вау, а сейчас у нас есть инограмот, и нам дают бумажку, и мы такие, мне уже ее никуда вешать, и зачем мне это? Лучше бы мне дали что-то другое. Человек такое существо, как бы это грубо не звучало, чем больше ты ему даешь, тем больше ему будет дальше охотеться. Поэтому с ними нужно быть аккуратными. И работает, не работает плюшка, это вопрос вовлечения, и вопрос, как часто, и какую именно плюшку мы даем. Гамификация может строиться, плюшка не должна быть всегда материальной. Она может быть вовлечением, признанием уровня, какое-то вот признание человека, его профессионализм. Пару примеров вот таких вот нематериальных плюшек. Предположим, что человек, например, который прошел курс, или он действительно решил все правильно кейсы, или каким-то другим образом, его можно привлекать в разработку курса, или чтобы он становился экспертом, ментором для всех других. То есть ты просто с ним начинаешь работать на равном, да? Поднимаешь, что ты достиг моего уровня, и давай мы вместе что-то сделаем. И вот, то есть, когда мы подключаем людей к работе с их руководителями, с более высоким уровнем начальства, ну так, или профессионализм, то он себя чувствует лучше, он к этому стремится. Мы играем на желание человека развиваться, правильно? Конечно, но в том числе не только развиваться. В принципе, мне чем нравятся последние тенденции, это то, что мы уходим от позиции жесткой иерархии, где руководитель, я знаю все, и я тебе сказала, как нужно. Люди не очень, взрослые люди не любят, когда им говорят, как нужно. Они прожили уже какой-то опыт, у них уже есть этот жизненный опыт, рабочая, профессиональная экспертиза. И когда им говорят, делай так, они говорят, ну окей, ты так скажешь, я это сделаю. На самом деле им приятно, когда их спросят, потому что они хотят поделиться своим опытом. Очень много людей, и это играет иногда намного больше для них роль, чем какие-то материальные плюшки. Покажи свой опыт, ты до разной такой экспертизы, ты очень круто справляешься, и это мотивирует людей становиться лучше и лучше. А для линейных, которые вот в самом низу, которые новички в компании, для них принцип работы можно применять? Да, можно применять, но тоже аккуратно, потому что здесь нужно еще учитывать ту экспертизу, которую они будут нести. Если человек, у него один раз получился удачный опыт, он может быть не готов делиться этим опытом, немного трансформированным, немного с более глубинными вопросами, и это может дать обратный эффект. То есть с новичками мы ведем себя аккуратно, смотрим, если он растет, хорошо растет, развивается, у него есть позитив какой-то в опыте, мы это можем масштабировать, переносить на других, вовлекать человека в какие-то сложные процессы. Да, несомненно. Хорошо. Самый интересный твой проект? Из тех, которые вот сейчас, я пропагандирую, практикую многосценарные курсы с выбором юзера, с адаптивностью к юзеру, не только к его экспертизе, но и к каким-то другим вещам. При помощи каких инструментов такое делаете? Что используете? Я делаю многосценарные курсы, которые потом подстраиваются под выбор юзера. Никаких там супер технологий. Это может быть от дизайна, выберите тот фон, который вам больше нравится, или выберите того героя, с кем бы вы хотели себя ассоциировать. И когда я провожу обучение, я тоже обучаю тому, что это круто, когда человек сам выбирает, с кем он себя ассоциирует. Какой инструмент? В который всегда собирается? В его редакторе Articulate Storyline работает, если мы про курсы говорим. И делаешь модульно, то есть делаем, ну, те же 9 курсов, то есть отдельные курсы, и что-то, которое переключают на нужный курс, на нужный модуль. Правильно я понимаю? Ну, здесь ценами я делаю, но потому что для меня еще важно, ну, мы все помним, что все-таки те, кто разработчики курса, они в некотором роде манипуляторы. Конечно. Потому что так или иначе, мы как те боги, которые мы только знаем, куда нужно, что будет следующим шагом, чтобы он не выбрал, он все равно получит вот эту информацию. Даже если юзера об этом не знают, я не знаю, нужно ли это, не нужно кому-то знать или показывать по коньям юзера. На самом деле, вот эта вот игра с выбором, с одной стороны, с другом стороны, не упустить цель, которую ты должен донести. Контент – это же тоже инструмент. Инструмент просто достижения цели, который стоит как результат этого курса. И как-то этот контент, форма контента. Потому что мы ставим основную цель курса, не знаю, знание или навык, или какие-то сценарии, отработка чего-то, все что угодно. И потом уже работаем с этим контентом. И возвращаясь к чему я, с чего начала. Я работаю больше со сценами курса, если мы посмотрим на редактор, чем с модулями. Модуль, он больше дает вот этого ощущения, немножко разрыва часто, между какими-то выборами, между какими-то частями курса. Когда ты работаешь с разными сценами, проще их объединять, схлопывать, развертывать и обратно в зависимости от этого. Да, это техническая часть. Какой формой контента не пользуешься? Лонгриды. Лонгридами не пользуешься. Почему? Я сужу по себе и очень много меряю по себе и по своим, подчиненным, целевым аудиториям. С сегодняшним развитием, даже листая в Facebook, мне очень сложно читать какие-то лонгриды. Для того, чтобы я почитала лонгриды, он должен быть офигенным, неинтересным. Или я должна быть видеть в нем такую выгоду, чтобы она могла заинтересовать. Большое количество текстов. Мне жалко моего времени, когда я понимаю, что за плечами есть вот такой кусок контента, куда еще можно увидеть, попробовать, пощупать и так далее. Факап. Самое такое крупное разочарование профессиональное по Илёне. С чем было и в чем заключалось? Начинала работать с дистанционными курсами. Это был еще такой курс ЛАП, 11-й год, ты начал это осваивать и казалось, что дистанционное обучение может решить все. Ну вот просто. Мы говорим о продажах, мы говорим о навыках продаж и тебе казалось, что все это сделал, дистанционное обучение. Зачем очное обучение? Зачем отрабатывать навык этот? Мы же дали сценарий, мы дали кейсы, мы дали, как разговаривать с человеком, какие ситуации могут возникнуть, какие-то там и возникнуть. И казалось, что это все, это все решает. А потом, когда я привела достаточно большое количество это все на дистанционку, схлопнуло очное обучение, и пошли-пошли завалы, потому что ребята говорят о том, что, ну, конечно, мы знаем, это круто, но и применять? Нет. Я выхожу в зал, например, что-то продавать, у меня ступор, я не знаю, как с этим работать. И это был такой у меня переворот для меня какой-то момент. Большой процент таких людей был. Ну, какая доля людей вот так вот схлопывались, не проходила по дистанционке? Не проходили? Это субъективно. То есть ты взял там тысячу человек, запустил на дистанционный курс, обучать там по технологиям продаж, и вот тебе 50 процентов, половина из них сказали, не, не, нам это не зашло, мы хоть все учили, старались, но нам не подходит, давайте другую форму обучения. Вот приблизительно так, субъективно, субъективно. Если говорить как-то прямо, то прямо люди редко говорят, обычно корпоративное обучение, что дали, то и, как сказали, так и обучаемся, скажем честно. Если говорить про эффективность работы, и если мы говорим про навыковое обучение, то есть такое софт, то, что больше касается навыков человека, то я бы смешивала 30 процентов, это теория, 30-40 процентов, которые мы даем в дистанционных, любых формах, и 50-60 процентов, это отработка именно навыков. На практике? Если мы говорим про хард обучения, какие-то расчеты, программы, работа с технической какой-то частью, неважно, все, что касается какой-то такой хард составляющей, то там практически, ну, я практически избегаю вообще очного обучения на этот предмет. Потому что, как по мне, когда сидят ребята, им рассказывать на протяжении 4-х часов, как считаются все формулы кредита, они не запомнят ни одной цифры. Но когда ты это гемифицируешь, когда ты это показываешь, когда они могут это проклацать, сами посчитать, почувствовать и так далее, это дает больше результата. Я правильно думаю, что у тебя появилась какая-то универсальная формула от перевода очного обучения в дистанционный? Ну, по крайней мере, ты понимаешь, что вот это можно в 100 процентов перевести, это 30, поделись. Ну, как-то какой-то такой формулы нет. Я всегда начинаю свою разработку дистанционного обучения, и когда обучаю кого-то внешне, то же самое. Мы всегда сначала отталкиваемся от той цели. Хоть нужны какие-то знания, именно теоретические знания, нужны какие-то навыки, если навыки, то какие. Нужны личные навыки. Вот то, что все, что касается личных навыков, надо либо смешивать, либо переводить в очное обучение. Потому что мы можем знать схему, как нам бежать, если будет пожар. Но научиться ходить с помощью дистанционного обучения мы не сможем. То есть все, что касается психологии, каких-то личных отношений, как человек относится к чему-либо, это мы все должны вынести в очное? Можем давать какую-то основу теории, но оно должно быть немного, потому что это больше касается глубинных каких-то убеждений. И теории, и все в дистанционном. Чтобы сэкономить время для очной работы, да? Да. Ну, как бы таким образом у меня и смешано. Если мы вот говорим даже про практику в корпоративном обучении, в бизнес-обучении, мы в теорию дистанционной формы выносим теоретическую часть, та, которая жестко зашита, там, где мне не нужна постоянная обратность связи и ощущений человека. Потому что ощущения через дистанционную форму ты не получишь. Никогда. Последний вопрос. Как лучше всего померить эффективность дистанционного курса? Я терпеть не могу этот вопрос, потому что вот никто его, наверное, не любит. Любой из экспертов скажет свои варианты, которые вы на опыте. Просто скажи свой вариант из своего опыта. Для меня есть два, две, наверное, такие направления изменения. Первое, это достижение цели, перед которым мы перед собой ставили. Например, знание по конкретных, предположим, терминологии. В любом другой форме мы измеряем, смотрим, знают, не знают эту терминологию, используют, не используют. И второе, это вовлечение. Для меня любая дистанционная форма, это тоже, на чем я делаю постоянный акцент, это взаимодействие с пользователем. Мы не говорим, почему я не люблю лонгрейды, потому что там практически нет взаимодействия с пользователем. Пользователь листает, в лучшем случае, если там есть гиперссылки, он куда-то клацает, переходит и так далее. Но этого очень мало как вовлечения. Человек не взаимодействует с той информацией, он ей не управляет, он не делает выбор. А как ты это меряешь? Вот сделали мы курс, там есть несколько экранов, мы настроили интерактивность, какое-то взаимодействие. Как измеряешь? НПС, ну, насколько люди рекомендуют, насколько люди говорят об этом. Все-таки мы пока еще люди, и несмотря на то, что хорошим делится намного меньше, чем плохим, хотя плохим, зато плохим делится замечательно, вопрос обратной связи. Если есть что-то яркое, что вызывает взаимодействие, и что человеку было нужно, необходимо, он достиг цели, и еще и был этот вау-эффект взаимодействия, он об этом будет говорить. Он тем или другим способом даст показать либо ближайшему окружению, либо другими видами замеров, форма, не знаю, лайки, дизлайки, комментарии, обратная связь, все что угодно, каким образом, ну, что ему это понравилось, и что он вовлекся. Все-таки дистанционка – это право влечения для меня. Оль, спасибо. Все, что хотел, все спасибо.